Opel Amtara с ручной трансмиссией. Многие владельцы, меняя резину, сталкиваются с такой хернёй. Высыпавшийся подшипник промежуточного вала раздаточной коробки передач, который мы и будем сейчас менять. Чтобы открутить ступичную гайку, я ставлю упор, чтобы головка не шла наискоси и не срывала грани. Так получается гораздо легче. Номер головки 36. Откручиваем шаровую, выводим ступицу, вынимаем шрус. Из ступицы потом надо вынуть шрус как раз из того места, где накрылся подшипник. Кто-то долго и муторно мучается, пытаясь выбить его чем-то подручным. Очень хорошо подходит здесь мощный помощник и неплохой гвоздодёр. Гвоздодёром поддеваем, помощник вытаскивает. Небольшой ударчик и всё в руках. После снятия привода картина ужасающая. Подшипник умирающий. Шариков осталось половина, сепаратора вообще нет. Маргировка NSK 6006, дуба. Ещё цифра 279. Стопорные кольца. Внешнее, внутреннее, резиновое маслоотбойное кольцо. И кольцо, которое фиксирует шрус. Вот они все здесь. Снято всё отсюда. Достаточно легко всё снимается вот таким набором из плоскогубц специальных съёмников. Дальше просто выдёргиваем вал на себя из коробки. Вместе с подшипником на валу и заменим подшипник. Вот так оттяни. Внутри остались остатки от подшипника. Их надо хорошо убрать. И внутренние обоймы от него. Внутри, если присмотреться, видно сальник как раз этой полуоси, которую мы вынули. Но там всё сухо, поэтому туда лезть смысла нет. Подшипник ставили SKF. Сейчас, подожди, фокус не еду. Вот такой вот. Всё. Как всегда запрессовываем на вал по внутренней обойме, аккуратненько. Внешней обойме просто топорится стопорным кольцом. Давай, наверное, в страну все стопорные кольца. Вот так должен выглядеть хороший подшипник, да? Новый подшипник. Рабочий подшипник. Дальше просто собираем всё в обратной последовательности. Затягиваем, протягиваем и радуемся жизни. Проверяем. А, ну это уже следующий эпизод пошёл. Замена линков. Ладно, пока.